За 100 рублей ты можешь купить всего 500 голды, а можешь делать гораздо умнее и за 100 рублей приобрести пакет Майк по ссылке в описании, там тебе дадут 2 према 8 уровня в аренду, эксклюзивного командира, день према, крутые задачи на x5 опыта, ты просто буквально за один вечер можешь пройти плохие танки 8 уровня, которые не хочешь качать, на которых не хочется играть, также есть старые наборы Кила и Лима, там тоже есть задачи на x5 опыта, например в Лиме вообще 20 штук, плюс эксклюзивный стиль, плюс эксклюзивные командиры. Делается все максимально быстро, по ссылке в описании зацени. Привет друзья, там разработчики анонсировали новый марафон, вы только там отошли от битвы блогеров, от всяких черных рынков и прочее, отдохнули, еще глобальная карта, на тебе еще и марафон, просто активность одна за другой, не знаю, не все наверное успевают за всем следить, все успевать, все делать, во всем участвовать, это надо бесконечно в танки играть что ли? Но зато в любой момент ты приходишь в танки и что-то происходит, какая-то движуха, это хорошо. По поводу марафона, как обычно, марафон проходит примерно 10 дней, с 21 февраля по 2 марта он пройдет, как обычно 10 этапов, как обычно задачи на усердие, задачи на гринд, и наградой будет Бурасик. Батчетильон Бурасик Бориско, я не знаю, мне почему-то его хочется Бурасик звать, хотя больше подходит Бориско, Бориско, да? Борис, Бораску, Бораску, Бораску. Короче, по-разному, вспышка прозвал Бориско, и значит все будут звать Бориско, как обычно это бывает. Французское слово Бораско переводится как внезапный резкий порыв ветра, это черты в полной мере присущему новому танку, быстрому и беспощадному. Короче, смотрите, что мы сделаем, мы сейчас посмотрим по ТТХ на этот танчик, однозначно я по нему сделаю отдельный видос, отдельный стрим, это все понятно, это ближе к марафону, не знаю, начислить там заранее, либо в первый день я сразу куплю, покатаюсь на нем. Как обычно, ты выполняешь несколько задач на марафоне, и у тебя прибавляется скидка, ты можешь его в первый день оверпрайснуто купить за 4000 рублей, как обычно, там плюс-минус, или можешь получать скидку по 10% за каждый этот самый. За каждый этап, то есть в конце ты там прошел все, допустим, до 9-го, до 8-го этапа, и в конце тебе не хватило немножко до танка, ты взял, пошел за 400 рублей, купил, например. По поводу танка, танчик интересный, танчик необычный, почему? Во-первых, это СТ-шка, наверное, с самым маленьким количеством ХП на 8-м уровне, да, это премиум средний танк 8-го уровня, французский, как вы могли понять, 1250 ХП всего у него. Но, тем не менее, у него хорошая подвижность, хорошая, давай, с мобильности я хочу начать. 62 максималка, не самая крутая, не самая крутая, но нормальная, в принципе. 62, тем более для СТ-шки, да, это все-таки не ЛТ, там 65-70 ехать, у многих ЛТ тоже 60 ограничения. В принципе, эти 60 он будет гонять, вообще он очень похож на ЕБР, а только без колес. Но то, что у него нет колес, как раз-таки это проблема для этого танка. Нет ХП, нет колес, которые закрывают борт. А знаете, в чем прикол? А прикол в том, что броня корпуса 20 миллиметров. И вот в эти вот места, вот в эти прекрасные места, все будет залетать фугасами, борт башни 10 миллиметров. Короче, фугасами он будет только так терпеть. Вот эти вот всякие колесники будут его фугасами просто изничтожать. Поэтому играть на нем придется максимально аккуратно. По динамике все нормально, по маскировке все нормально, по обзору 390 метров тоже вполне нормально. 390 метров раскачивается очень даже хорошо. Жалко, конечно, что не 400, но 390 вполне норм. Самая главная проблема это отсутствие брони вообще и 1250 ХП. Просто ХП мало, брони мало. На нем очень сложно будет выживать. Но чем это все компенсируется? Прикольной пушкой. Чем она прикольная? Она прикольная тем, что, во-первых, это барабанчик. Барабанчик на два снаряда. На два снаряда барабан. Практически как у колесника восьмого. Только здесь альфа 360. Перезарядка между снарядами 2 секунды. Полная перезарядка 22, но это базовая показывается. То есть, соответственно, 22 можно будет где-то раскачать со всякими вентиляциями, боевыми братствами и доппайками. Ну, где-то, наверное, до 17, до 18, да? Не знаю, сколько точно, но будет меньше однозначно 20 секунд перезарядка общая. И тебе, по сути, надо будет стрельнуть. Две секунды зарядиться и еще раз стрельнуть. То есть ты постоянно практически в экшене и постоянно практически у тебя два снаряда. 360 плюс 360. Это у нас получается 720. С двух выстрелов ты будешь давать. По пробитию, в принципе, нормально. 190-240. Ну, маловато, конечно, маловато 240. Потому что у некоторых там СТ-шек есть и 247, там 250. Даже у того же Суперперша еще было, хотя он льготный. Но все-таки Суперперш, там какой-нибудь Т-54 первая брезница, они больше в лоб сражаются. Этот танчик больше такой, как ЛТ. Заходить в спину, заходить с неожиданного фланга. И 240 будет хватать. Тем более 240 не как у колесника кумулями, которые медленнее летят, которые не очень удобные, которые экраны там и прочее. Здесь будут подкалиберы. Подкалиберы 1250, нормальная скорость полета. Единственное, вот еще одна прям такая супер-супер большая проблема, которая будет помимо брони. Проблема будет во времени сведения. Здесь 3,5 секунды базовое время сведения. Это просто, я не знаю, какой гений это сделал. Но играть на этом танке как на колеснике, там от супер дистанции, да, кататься, ну, будет крайне тяжело. 0,42 точность еще ладно, может быть можно стерпеть. Но 3,5 секунды время сведения, это прям боль. Разрабы полагают, наверное, что на этом танке придется куда-то врываться. Там ворвался в спину, дал два шота, уехал. Но нет, у тебя 1250 хп. У тебя нету колес, которые у тебя закрывают весь борт. Тебе попадают в борт, тебя ставят на каток. Это не колесник. Был бы колесник с такими ТТХ, это было бы ок. Был бы колесник там с такой временем сведения, такой точностью. Но это не колесник. Это не колесник, он не будет жить. То есть ему вблизи сложно играть, потому что брони нет и хп нет. Вдали сложно стрелять, потому что время сведения и точность дикие. То есть вроде бы у тебя 2 секунды между выстрелами, но время сведения просто все портит. Не знаю, надо будет ставить стабилизатор, приводы и вентилятор, наверное, как-то так. Играть без оптики и раскачивать за счет перков обзор. Не знаю, надо будет посмотреть уже. Вот меня это очень сильно смущает. Так-то по остальным ТХ более-менее нормально. Минус 6 углы склонения, там скорость поворота башни хорошая. ДПМчик тоже вообще в целом неплохой. Пушка в целом тоже неплохая. 190, там 240. Да, не так много, но опять-таки этот танк подразумевает, что он такой, типа катается, заходит там в борта, в корму. Ну, на дистанции я имею в виду. На открытых картах себя очень хорошо проявляет. И 240 пробития, там 190 будет хватать для таких дел. Но вот 3,5 секунды время сведения, это какая-то запредельная цифра, не знаю. Может, там стабилизация будет супер хорошая. Может, стабилизация это все компенсирует, не знаю, посмотрим. Вот, в принципе, по остальным, ну, незаметность будет хорошая. Тоже маскировочку тоже можно выкачать. Маскировку, обзор, естественно, этому танку надо будет все выкачивать. 3D стиль будет еще также с отголосками былых сражений. Давай немного посмотрим, что тут у нас как. Бораски, бораска. Не, ну нормально, красиво, красиво, конечно. Белый стиль, получается, у тебя на всех картах будет. Не только зимний какой-то, да, но ты и на летних картах тоже будешь беленький. Прикольно. Это окей. Стилистическая деталь, т-т-т-т-т-т, окей. Это все интересно. Небольшие габариты. Давай посмотрим, что нам про танк говорят сами разрабы. Небольшие габариты и хорошая маскировка позволяют танку буквально подкрадываться к цели. Вооруженным орудием с магазина заряжания на 2 снаряд. Бораски может наносить 720 урона за пару секунд и вихрем умчаться прочь. После перезарядки в 22 секунды он снова готов т-т-т-т-т. Этот танк отлично подойдет любителям агрессивного и напористого стиля игры. То есть разрабы, как я и сказал, думают, что на этом танке ты будешь ворвался, дал 2 снаряда, уехал. Ворвался, дал 2 снаряда, уехал. Будет ли это так на самом деле, не знаю. Мне кажется, тогда удельная мощность должна быть еще больше, чтобы он прям вообще 60 эти километров вот сходу ехал сразу. А 25 хватит ли для этого, не факт. Не знаю, будем смотреть, будем посмотреть про танк. Давай пока сравним задачи и награды с предыдущим марафоном. Собственно, вот я сделал так, чтобы удобненько было и здесь, и здесь. Можете посмотреть по задачам на усердие, по задачам на мастерство. Если коротко, задачи на вот это, это бурасик, это на ренегада охота, если что. Поэтому вот это новое, это старые задачи, если что. Так, по задачам на усердие, то есть на гринд, стало чуть-чуть легче, прям незначительно, но легче. Здесь надо 2000, было нужно 3, далее там 5, получается 3, 5, 9, 17, здесь 2, 5, 8, 17, то есть уже минус 2000. Потом дальше 28, 30, здесь 30, 30, еще на 2000 меньше. Здесь дальше 30, 35, здесь 32, 35, еще на 2000, то есть на 6000 меньше. На 6000 меньше, дальше 40 и 50, 40 и 50, да. Да, 40 и 50. Что касается задач на усердие, ну, буквально 6000 ерунда, но главное, чуть-чуть полегче, уже хорошо. Но, конечно, хотелось, наверное, еще больше. Вот, задачи на мастерство, что изменилось? Раньше задачи на мастерство делались, ну вот, на ренегадах, в том числе на девятках и на десятках. Теперь только на десятках. И, на мой взгляд, это очень странно. У ВГ есть нехватка девятых левелов в боях. И вместо того, чтобы там нагонять на девятый левел народ, они делают, наоборот, только на десятках. Это странно, но ладно. Допустим, первая задача, 2 800 урона за бой на десятках, попасть в топ-3 своей команды по урону. Короче, нанести нормальное количество урона в бою. А раньше надо было первое место по опыту в своей команде. В принципе, на девятке это легко делалось. Ну, задачи... Давай сразу посмотрим какой-нибудь этап пятый, например. Не будем все рассматривать, конечно. Я там, в принципе, щелкал. Можете поступать, кому интересно, или на сайте посмотреть. Мы так примерно посмотрим. Сложнее стало или легче. Итак, в новом марафоне надо будет 7 раз нанести минимум 4 300 урона. Не обязательно подряд. Короче, в 7 боях нанести 4 300 урона на 10 уровне. Задачное мастерство. Здесь надо было 15 раз занять первое место по урону в своей команде. Не обязательно подряд. 15 раз первое место по урону. Здесь прям пятый этап намного жестче. Здесь намного проще. Опять-таки, мы говорим про мастерство. Статистам будет вот это вот намного легче выполнять. Задачное мастерство. Потом дальше. 15 раз заработать минимум 850 чистого опыта. Опять-таки, это только на десятках. А здесь 10 раз нанести 20% от суммарного урона в своей команде. 20% это, по-моему, медаль основной калибр, если не ошибаюсь. Ну, тут тоже, наверное, 850 единиц чистого опыта будет попроще. Допустим, седьмой посмотрим. 10 раз занять первое место по урону в обеих командах, нанося при этом не менее 3000 единиц урона. 10 раз топ-1 по урону в обеих командах. Это сложное. А здесь 10 раз 4500 урона, не обязательно подряд. Вот здесь проще было. То есть, седьмой этап здесь намного сложнее, чем вот здесь. Ну да, да, получается. 4500 урона нанести проще, чем первое место по урону в обеих командах. Наверное. Хотя... Хотя... Не факт. Но здесь просто это больше, наверное, на везение. Хотя, ну смотри, 4500 урона, это тоже не так уж... Блин, я даже не знаю. Вроде урона тебе не обязательно 4500 нанесить. Ты можешь быть, там, настрелять 4000, и ты будешь топ-1 в обеих командах. Но это тебе надо реально 29 игроков опередить по урону в бою. А здесь надо настрелять 4500. И тебе не важно, как там сыграют остальные. То есть, это больше на тебя ориентировано. Это больше на везение, как тебе будет с командами вести. Ладно, давай дальше смотреть. 25, 20 раз первое место по урону в своей команде, не обязательно подряд. 20 раз первое место по урону в своей команде. А здесь 10 раз 4500 урона. То есть, по сути, здесь как вот это, да? Да, то есть... Здесь 8 этап, как в прошлый раз 7 этап. Дальше что у нас? 20 раз первое место по опыту в своей команде. По опыту, да? Не обязательно подряд. А здесь было по урону. А 9, 25 раз 856 опыта. Ну вот это вот легкое, но просто 25 раз Ну вот это вот полегче, 9 здесь полегче, наверное 850 чистого это проще, чем 20 раз топ-1 по опыту Более на 10 уровне, когда там тебя с девятками кидает Когда девятка настрелила в 2 раза меньше тебя, опыта получила больше И последняя задача, 35 раз занять первое место по урону в своей команде 35 раз первое место по урону в своей команде А здесь 25 раз первое место по опыту То есть они бы здесь практически поменены, да? Ну плюс-минус Здесь вот это вот, первое место по опыту было девятым Здесь десятый, первое место по урону в своей команде А здесь первое место по опыту в своей команде 25 раз Ну не знаю, есть где-то, что здесь сложнее, где-то, что здесь сложнее В принципе плюс-минус, наверное, одно и то же Могли бы прям оставлять те же самые задачи, наверное Толку это менять одно на другое Но, наверное, все-таки Все-таки есть вероятность, что вот эти задачи чуть-чуть полегче Чуть-чуть полегче, чуть-чуть облегчили марафон Не знаю, это надо еще смотреть толком Я потому что прошлую охоту на ренегата пропустил Задачи не упоролся, не смотрел В этот надо раз упороться будет, попробовать По наградам Танк, стиль дают сразу Здесь давали стиль сразу? Охотные ренегаты Или надо было стиль покупать? Потому что здесь-то стиль нарисован, а здесь не был нарисован Не важно Экипаж с боевым братством по умолчанию Лям 100 кредит Понятно, слот Это все одинаково Модули Здесь дают стабилизатор-вентилятор-оптику Здесь давали досылатель Стабилизатор-вентиль Ну По идее, вот это даже чуть-чуть лучше Потому что А, нет, хотя здесь вентилятор, наверное Здесь вентилятор, наверное, меньше стоит Он все-таки класс 2 А здесь, наверное, класс 3 Потому что натяжики Не важно Короче, плюс-минус одно и то же дается Здесь еще какие-то Что это? К декали Не знаю Типа того что-то По Личным резервам Все то же самое Прям вообще один в один по личным резервам Дают еще инструкции Практически реально то же самое Только Там было на пожаротушение Здесь дают на оптику Ну, на оптику получше Потому что пожаротушение сейчас делается за серебро Вот как-то так Плюс-минус такой же марафон По Бориске отдельный видос сделаю Посмотрим, что за танчик Посмотрим, понагибаем Уже точно скажу Стоит ли ради него потеть Стоит там что-то покупать Не покупать Обязательно На нем поиграю Но пока что Спорное такое заявление Что он будет врываться Вкатываться Давать два снаряда И уезжать Не знаю Очень странно На этом все Пишите в комментариях Что думаете по поводу этого марафона По поводу танка Бориска Увидимся в следующих видосах и стримах Всего доброго Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok